Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова БМБ, в этот раз мы в DCS Wall 2.5 на самолете F-16C И в этом видео у нас гайд по дозаправке на этом летательном аппарате Меня давно уже просили снять видос на эту тему, а я такой почему бы и нет собственно Так что давайте приступим, но перед этим стоит несколько моментов упомянуть Во-первых, F-16C дозаправляется не от корзины, а от штанги, это стоит иметь ввиду Именно поэтому в редакторе миссии нужно ставить топливозаправщик KC-135, который этой самой штангой оборудован Во-вторых, навигация на танкер осуществляется при помощи системы Tekken Которую перед этим еще нужно настроить и включить, само собой Для этого щелкаем по кнопке TILS Вводим частоту Make a Tekken Напомню, что поле для ввода можно выбирать вот этим вот тумблером Вот такую вот ввожу частоту Я задал 11x, 11, Enter Кстати говоря, модуляция XY переключается клавишей 0 Ну, на странице Tekken, если кто вдруг не знал Теперь нужно тумблером в положении Sequence выбрать режим AATR Прием-передача воздух-воздух Оп, оп, видите Выбран режим AATR Вот система Tekken уже поймала сигнал от маяка Даже слышно, как он пиликает Кстати говоря, да, если вы прям не хотите слушать это пиликанье системы Tekken То можно вот этой вот крутилкой Просто взять и убавить громкость системы Tekken И все Ну и для того, чтобы осуществлять навигацию на маяк Tekken Нам нужно вот кнопкой M Щелкнуть два раза Чтобы перейти в режим Tekken И вот эта вот стрелка показывает направление на маяк То есть данная информация никак не дублируется на ИЛС И следовательно, направление на маяк нужно смотреть именно на PNP Tekken Ну вот я сейчас точно на него иду Как вы можете заметить Поскольку стрелка направлена строго вертикально Интересно, смогу разглядеть танкер или нет Мне, видать, слишком далеко Кстати говоря, дальность до маяка Tekken отображается на PNP И сейчас составляет 25 морских миль Для того, чтобы вернуться на основной экран Dead Щелкаем по кнопке Return Теперь давайте свяжемся с топливозаправщиком При помощи одной из радиостанций Допустим, Ком-1 Ввожу частоту топливозаправщика Я задал 256 в редакторе миссии Enter Давайте скажем ему Дозаправка готов Отлично, вот он ответил мне Ну и теперь осталось только Открыть топливозаправочную горловину И перейти в режим дозаправки Для этого щелкаем по тумблеру Air Refuel Open Как раз таки открывает топливозаправочную горловину И так же это включает режим дозаправки в воздухе То есть управление становится куда более плавным Давайте выведу индикацию осей Видите, как самолет реагирует на движение ручкой Это как раз таки нужно для того, чтобы не впилиться в танкер Когда вы дозаправляться там будете Такое более плавное управление Больше всего это, кстати, касается управления по тангажу Как вы можете заметить Очень сильно ограничивается маневренность самолета В этом режиме Надпись Ready означает то, что топливозаправочная горловина Открыта И в принципе мы готовы уже к дозаправке Вы еще учитывайте то, что если вы производите дозаправку С подвесными топливными баками То топливозаправочную горловину нужно открывать Примерно за 5 минут до дозаправки Чтобы давление в баках выровнялось Ну а если у вас подвесных топливных баков нет на борту То можете открывать горловину непосредственно Перед процедурой дозаправки Топливозаправочная штанга на КС-135 управляемая И чтобы ей управлять на танкере путешествует оператор Поэтому непосредственно о контакте нам беспокоиться не нужно Все, что от нас требуется Это подставить горловину под штангу А контакт произведет уже сам оператор Так что порядок действий сейчас такой Подлетаем под танкер Занимаем нужную позицию Выравниваем скорость с танкером И оператор производит контакт После чего продолжаем полет под топливозаправщиком Удерживая ту же скорость, что и у танкера Ну а сложность данной процедуры заключается В очень сильно ограниченной зоне На которую штанга может отклониться То есть вы отклоняетесь от позиции для дозаправки буквально на несколько метров И штанга тут же отстегивается Так что дозаправка на F-16C очень сложная Намного сложнее дозаправки на том же Hornet'е, к примеру Теперь касательно оптимальной позиции при дозаправке Ее удержание Ну вот смотрите, под танкером находятся два индикатора Левый и правый И эти два индикатора как раз таки помогают нам удерживать оптимальную позицию При дозаправке И в общем смотрите, как это работает Правый индикатор нужен для удержания Необходимого удаления от топливозаправщика А левый индикатор служит для удержания Необходимой высоты относительно танкера И вот ориентируясь на показания этих двух индикаторов Мы должны удерживать оптимальную позицию И начнем, я думаю, с правого индикатора Если мы тут наблюдаем прямоугольник в центре Это означает то, что мы сейчас находимся на оптимальном удалении от танкера И вперед или назад нам смещаться не нужно Если же мы видим прямоугольник впереди Это означает то, что мы немного вылетели вперед оптимальной позиции И нужно буквально чуть-чуть уменьшить скорость Чтобы сместиться назад в эту самую оптимальную позицию Ну а если мы наблюдаем прямоугольник вот тут сильно впереди Это означает то, что мы очень сильно сместились вперед Относительно нужной позиции для дозаправки И скорее всего, когда мы увидим этот прямоугольник У нас уже отстегнется топливозаправочная штанга Ну и наоборот, метка вот тут означает то, что мы сместились назад Относительно оптимальной позиции для дозаправки А вот когда загорается данная метка Это означает то, что мы прям очень сильно отдалились от топливозаправщика И опять же, тут скорее всего будет уже произведено отсоединение топливозаправочной штанги Ибо она на такой дистанции уже не вытянется Ну а теперь давайте заодно вам расскажу про левый индикатор Он тоже важен Центральная метка это оптимальная высота относительно танкера Если видим треугольник чуть выше Это означает то, что мы слишком близко к топливозаправщику прижались И стоит чуть-чуть от него отдалиться вниз по высоте А треугольник еще выше Это означает то, что мы в опасной близости к танкеру находимся И нужно срочно отдалиться от него вниз Ну и наоборот Треугольник чуть ниже означает то, что мы слишком сильно отдалились от топливозаправщика по высоте И нужно чуть-чуть к нему прижаться А вот этот вот символ означает очень сильное отдаление от танкера по высоте вниз Ну и опять же, когда мы эту метку увидим Скорее всего уже штанга отстегнется В общем-то, выход в крайней отметке на индикаторах Обычно всегда означает отсоединение топливозаправочной штанги Ладно, давайте уже приступать к самому процессу дозаправки А то я тут выдал кучу теорий И никакой практики, по сути, делаю Говорим, что готовы к подходу И теперь нам нужно подлететь к танкеру снизу Так, подлетаем Подлетаем Штанга мне довольно сильно мешается Поэтому приходится ее облетать со стороны О, оператор штанги проснулся наконец-то Ну давайте тогда сейчас точно вдоль желтой линии Под днищем танкера будем подлетать И теперь наша задача заключается в том Чтобы занять ту самую оптимальную позицию для дозаправки Следуя указаниям обоих индикаторов Выровнять скорость с танкером И будет произведен контакт Так, ну я пока что слишком далеко от танкера Чуть-чуть увеличу скорость Ну вот я плюс-минус позиции для дозаправки Можно только по высоте чуть-чуть к танкеру прижаться Выравниваю с ним скорость И есть контакт Как я говорил, про штангу нам вообще не нужно беспокоиться Все, что от нас требуется Это удержание позиции для дозаправки Давайте этим и займемся Ну и чтобы вы понимали Сейчас все мое внимание сфокусировано На положении моего самолета Относительно танкера То есть я не смотрю ни на ИЛС Ни на какие-то другие приборы Я просто смотрю на танкер И парирую какие-то смещения Относительно него И время от времени поглядываю на индикаторы Но все-таки большая часть внимания сфокусирована именно на топливозаправщике А если точнее, то на визуальном контроле моего положения Относительно него И даже на самые незначительные смещения Относительно танкера Нужно реагировать моментальным движением руда А не дожидаться того, пока это смещение отобразится на индикаторах Это вот самое главное, что нужно осознать Для успешной дозаправки, как мне кажется Ну что при дозаправке не стоит гоняться за индикаторами И нужно смотреть именно на свое положение Относительно танкера Когда ты уже находишься в позиции для дозаправки Ну и само собой Ни в коем случае нельзя раскачивать самолет Благо, что ограничение маневренности При открытой горловине Тут идет только на пользу Кстати, зеленый индикатор АРНВС Справа от ИЛС Говорит нам о том, что идет дозаправка В данный момент А красный индикатор диск говорил бы о том, что произошло Отсоединение штанги О, видите, меня отсоединили Поскольку дозаправка завершена Я ухожу вниз от танкера И отворачиваю в сторону Фух, это довольно-таки сложно было Дозаправка от штанги в DCS Это реально проверка Ваших летных навыков Ну и само собой, после того, как вы отвернули от танкера Нужно закрыть топливозаправочную горловину Не будете же вы летать с ограничителем маневренности Правильно? Оп И все Могу уже лететь дальше по своим делам Ну и да, надеюсь, это видео было кому-то интересно И всем спасибо Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok